приветствую друзья очередной репортаж из латвии из места моего пребывания ну вот я немножко оклемалась из больницы меня выписали и я говорится хочется что-то такое сделать активно чтобы как-то поактивничать я сейчас в этом нашем строящимся на ремонтирующимся доме тут у нас принципе второй этаж почти весь уже сделали чем я занимаюсь и не знаю может быть сниму а может не сниму я собираюсь собираю мебель у нас есть вот она стоит сейчас разобранная вот они детали 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 это кухня даже несколько кухни это просто раковина вот она икейская хочу вас на сумочку с инструментами буду собирать тут собственно говоря не такой великий труд более того у икей все расписано что к чему куда вот это мой как должна стоять вот здесь вот такая кухонька второго этажа вот мы аккуратненько вот и попробую собрать чтобы одно для себя понять по крайней мере где как что идет установить вот так в принципе тактически все сделано свет горит верхний свет есть еще такой стулья будет стоять кухонная вот эти все самые лампочки за которые я переживала как они будут выглядеть выглядит замечательно как по мне пусть это и алиэкспресс я немножко сомневалась как это будет выглядеть но как по мне так все посетили очень очень такие интересные а вот и за свою цену и света они дают для лестницы много лестницы еще закрыты картона чтобы не затоптать вот так в принципе за исключением лентусов в принципе готов комната но единственного переход между комнатами надо порожки ставить лентуса ну и соответственно розетки закрывать вот так в принципе все готово осталось собрать мебель повесить еще какие-то карнизы вот я наверное начну собирать кухню кухню громкое название кухни начну собирать мойку посмотрим что у покажу еще второго гостя вот все пока что да вот сюда уже принесли кровать тоже надо будет ее собрать да слабо верится что это большая кровать 2 на метр шестьдесят так оно все выглядит скромненько пока собрано но разобрана посмотрим может быть я еще успею кровать собрать но опять же насколько хватит сил вот тут у нас два окна ну и да остались плинтус стены тут все покрасили она как бы не видно кажется что белый но это не белый цвет это такой серенький немножко видно вот так что ну что ж хорош болтать приступаем ну вот половина дела сделано ну даже наверно не половина одна треть собрала каркас довольно забавные такие штуки вот эти вот которые вот эти вот заглушечки которые нельзя было пропустить иначе вот этот винтик тут не вставал но икея как всегда конструктор от икея любимое дело мне нравится это все собирать единственное вот до сих пор пока что был такой скажем небольшой косячок это вот эти вот винтики вот эти вот винтики винчиваются непосредственно металл ну там как говорится резьба на саморезы так называемые и они в общем то если правильно их не поставить встают криво и достаточно тяжело закручивать все остальное закручивается но пока что вот таким вот вот такой вот штукой ну знаменитая киевская закрутка вот все вот такие вот листы вот ну и в принципе в принципе довольно легко но сейчас наступает самое интересное это сборка мойки сейчас сначала надо будет сделать полку а потом ставить мойку и это вот еще как говорится все конкурсы никогда не ставила мойку мы посмотрим как здесь потому что как по мне так тут должен какой-то быть силикон или что-то чтоб тут не протекала ну и конечно столешница это металл она вон уже вся в пальцах моих будет еще хуже но с другой стороны это скажем так гостевая кухня не обязательно ей тут быть какой-то особо особо изящный главное чтоб это было практично вот так что продолжу собирать ну и посмотрим как оно там все будет сейчас надо будет вот эту полку поставить тут остался уголок уголок на уголок ну и вот эту раковину раковину раковина кстати достаточно большая вот если вот моя рука слушайте подожди ха-ха у нее есть у нее есть там силикон даже не силикон какая-то хрень которая это очевидно чтобы вода не гремела вот у нее тут есть резиночка такая липенькая вот она как семенович ну посмотрим повозимся понятия не имею зачем но почему-то все железки которые здесь имеют на той стороне вот такую странную налепленную штуку но я ее снимать не буду я подозреваю что это может быть для того чтобы она не гремела чтобы она как-то глушила звук с другой стороны это очень странно может быть это часть упаковки чтобы она там не мялась не царапалась ну снимать жалко я в инструкции не вижу чтоб кто-то где-то что-то отлеплял ну в общем да всегда любила конструктор в детстве у меня тоже был конструктор такой из железок который очень похож на эту кухню только в маленьком виде ну а теперь такая у меня детская радость для взрослых как-то так ладно ну вот установлена мойка пришла племянница моя мне немножко помогла вот такие вот там очень хитрые вот такие вот хитрые там устройство зажимом но тем не менее как-то удалось установить здесь конечно немножечко геморройно пришлось повозиться с подгонкой вот именно вот этого края надо было наискосок право-лево-лево-право подтянуть и так далее вот ну что ж осталось установить кран слив закупалась все вместе с краном и сливом но что-то сейчас найти не могу украли ну скорее всего просто где-то закупано вот так что будет так потом она еще устанавливается на расстояние вот тут остались такие запчасти прикручивается к стене и тут вот у меня сейчас уже это опять же выясняется да мы мерим строители строят не очень хорошо получается вот здесь вот с розетками хотелось бы подальше отодвинуть вправо вправо не получается потому что там у нас слив вот мешает ну как-то так будет здесь будет вот где розетка скорее всего холодильничек маленький сюда мусорник ну и так далее в общем когда так а тем временем собирая тумбочку я неожиданно оказалась в Риге вернее собиралась не тумбочка а кухня ну вот пришлось ехать в Ригу ну тут как говорится по своим делам ну и что Рига Рига серая Рига холодная даже кони замерзли и стали синими это наверное какие-то кони из аватара но это тут летнее кафе оно закрыто остались синие лошади довольно интересные на заднем плане осталась довольно интересная стена очевидно это было какое-то здание скорее всего какое-то промышленное но от него осталась одна стена ее подперли и очевидно это какой-то исторический остатки исторического памятника ну довольно интересное местечко здесь такое наверняка летом очень красиво ну вот Рига встречает такой серостью каким-то таким непонятным то ли снегом то ли дождем и в общем то интересного мало поэтому я скорее всего что в Риге не буду ничего снимать вот вот и ни о чем не говорить потому что снимать особенно некогда нечего ну здесь мы ненадолго буквально на пару тройку дней и потом вернемся обратно вот так что ничего больше чем эти синие лошади я вам отсюда и скорее всего не покажу все-таки трудно быть в Риге и не снять что-нибудь красивое даже в этой серости вот так вот проезжая через центр через старую Ригу решила я все-таки прогуляться и вспомнить старые красивые места самую-самую старую Ригу и в принципе а ее в в в в в в Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok